Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о втором послании к Коринфянам. Обратимся сейчас, собственно, к тексту послания и конкретно к первой главе. Как и любое другое послание, первая глава начинается с приветствия, которое апостол Павел обращает к своему читателю. И здесь, уже в этом приветствии, видна некоторая важная для апостола мысль. Он говорит о том, что он является апостолом не потому, что ему так захотелось. А потому, что такова воля Божья и призвание Божье. Павел Божьей волей апостола Иисуса Христа. Вот дальше в послании мы увидим, что для него это существенная вещь. Это не просто слова. Не просто фигура речи. И вот основная часть первой главы представляет собой такие несколько фрагментов, каждый из которых крутится, если так можно выразиться, вокруг некоторого определенного понятия, вокруг того, что, собственно, Павел пытается сформулировать. Такое впечатление иногда создается, что та идея, которую, собственно, он хотел бы до читателя донести, в его собственную речь просто не помещается или не успевает поместиться. Поэтому мы видим такую действительно из нескольких ярких живописных мазков составленную картину. Первый фрагмент очень типичный в этом отношении с 3 по 7 стих. Фрагмент, который весь построен вокруг понятия утешения. В разных формах Павел использует это слово. Он, собственно, может быть и хотел бы ограничиться какой-то одной мыслью, но все время его сознание добавляет еще что-то, касающееся утешения и того, почему он вообще об этом заговорил. А заговорил он, скорее всего, потому что письмо вот это, письмо Коринфянам, вероятно, четвертое и второе из двух дошедших, все-таки призвано сгладить конфликт, все-таки призвано найти вместе с ними, вместе с читателями этого письма, найти какую-то возможность мира в Боге и возможность преодолеть ту взаимную скорбь, огорчение, которое между ними возникло. Павел, видимо, понимает, что и он сам огорчен, и читатели его, крестьяне Коринфа, его отповедью, которая, вероятно, была в предыдущем письме со слезами, тоже огорчены довольно сильно. Мы видим, что на самом деле, как бы ни было иногда больно и горько, Павлу от христиан Коринфа, но все-таки он очень любит этих людей, они для него важны, дороги, поэтому он не готов просто отвернуться и забыть об их существовании, идти по жизни дальше. Ну вот, и поэтому он ищет утешение. Ключевое слово в этом первом фрагменте – утешение. Вокруг него он построен. И здесь Павел говорит сразу несколько связанных с этим понятием вещей. Замечу, что он использует греческое слово, которое, собственно, и мы тоже с вами используем в молитве Царю Небесному и утешителю. Вот апостол пишет, «Благословен Бог и Отец Господа, Бог всякого утешения». С одной стороны, конечно, какая хвалебная формулировка «благословение Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» – вещь в посланиях Павла вполне обычная. А с другой стороны, важно, что вот здесь он обращает внимание на то, что это Бог утешения. Бог тот, кто дает это самое утешение, утешающий нас, чтобы и мы могли утешать, как умножается в нас страдание, так умножается Христом и утешение наше. Сначала Павел говорит об утешении, что оно дается от Бога, что оно дается для того, чтобы мы могли им поделиться, и это дар Божий не делиться, которым было бы совершенно невозможно. чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Вот, знаете, строго говоря, в высокой литературе, в том числе и на древнегреческом языке, такое нагромождение, повторение одного и того же корня и производных от него, в принципе, не считается нормальным и допустимым. И вот поэтому так бросается в глаза, что Павел вокруг этого утешения думает и думает, ищет, как бы такое сказать об этом коринфянам, чтобы они могли понять, что обиды, скорби – это одно, но Бог наполняет утешением и самого Павла, и через него Павел хочет поделиться этим Божьим утешением. Удивительно его соображение, которое он здесь высказывает, что по мере того, как умножаются в нас страдания, умножается и утешение наше во Христе. Страдания Христовы и утешения Христом умножаются. Во-первых, мы видим здесь очень важную идею. Потом, через несколько страниц, она окажется уже в центре внимания апостола Павла, но здесь она высказана в связи с утешением. Он считает, что эти страдания, которые выпали на его долю, образцом, примером которых является сам Павел, и другие люди тоже, это все-таки страдания Христа, это он в нас страдает. Это непростая идея, скажем прямо. Ну и к тому же потом выяснится, что это далеко не то, что мы ждем от Бога. Мы чаще предпочитаем, чтобы он наши как-нибудь страдания куда-нибудь дел, ну и потом, естественно, компенсировал их нам. А Павел видит эту картину так, что когда умножаются в нас страдания Христовы, то есть он считает, что это Христос в нас страдает, а от него же дается и утешение. Но Павел все это говорит тоже не просто так, а потому что он говорит о желании поделиться этим утешением. Мы скорбим, мы скорбим для вашего утешения, утешаемся для вашего утешения и спасения. Вот Павел таким образом соглашается на те скорби, которые он считает страданиями самого Христа, происходящими в его, Павла, жизни, ради утешения, на которые он надеется и которым он хотел бы поделиться с христианами Коринфа. В следующем фрагменте апостол, как бы зацепившись мыслью за страдания, он пытается дальше пояснить, что же он имеет в виду и приводит некоторый пример. Он говорит о скорби, которые были с ним в Азии. Мы были отехчены чрезмерные сверхсилы, имеется в виду не только Павел, он не говорит о себе «мы», он здравомыслящий человек. Да, они какая-нибудь странная жертва царизма. Конечно, он говорит о себе и своих сотрудниках, о смертельной опасности, в которой они находились. Некоторые исследователи полагают, что речь может идти о тяжелой болезни, некоторые о гонениях со стороны власть имущих. не надеялись остаться в живых. Павел говорит об этом потому, что он в предыдущем фрагменте затронул, зацепил мыслью тему страдания. Он говорит, вот такое вот у нас было страдание, и мы обрели в этом некоторый важный опыт. Мы поняли, что мы в себе имели приговор смерти, чтобы надеяться не на себя, но на Бога. Не на себя, но на Бога. На самом деле это, конечно, выдает в апостоле чрезвычайно глубокую и сильную личность. Он говорит о том, что он пережил этот опыт смертельной опасности для того, чтобы суметь научиться надеяться на Бога. Для него утешением в скорби, а речь идет еще по-прежнему об утешении, для него этим утешением является надежда на Бога, воскрешающего из мертвых. И вот поэтому апостол говорит о том, что теперь в нашей жизни все переменилось, и многие благодарят за нас. Он видит связь некоторую между скорбью, которая произошла в его жизни, в жизни его спутников, надеждой на Бога, и благодарностью, которая в итоге, собственно, открывается в сердцах людей. Следующий фрагмент, как кажется, не слишком связан тематически с предыдущими. Апостол строит свою мысль вокруг привычного, я бы сказал, любимого у Павла понятия похвалы. В посланиях апостола мы встречаем это слово довольно часто. Похвала, похвалиться. По крайней мере, так обычно переводят его на русский язык. Ну, за исключением, может быть, отдельных переводов, которые для того, чтобы подчеркнуть более ярко смысл термина, говорят хвостовство, похвальба. Апостол действительно часто в разных своих письмах использует это послание, особенно там, где он вынужден говорить о своем служении. И здесь тоже он говорит о том, что о своей похвале. Наша похвала. Что это такое? Стало быть, для апостола это то, что оправдывает его служение. То, что является результатом, плодом его деятельности. То, что можно было бы предъявить Богу. И вот он говорит о том, что наша похвала на самом деле – это вы, а мы – ваша похвала. Получается такая картина у Павла в голове. Он ее пытается нарисовать. Что в конце, в день Христов, в день Господа нашего Иисуса Христа, когда, вероятно, Павла и каринских христиан спросят, ну и чего ради, вот вся эта была возня. Вот вы огорчали друг друга, обижались, спорили, что-то друг другу объясняли, доказывали, оправдывались. Не знаю, что-то еще. Где смысл? Зачем это все было? Где в этом было присутствие Христа? Павел говорит, вот мы, имея в виду себя и своих сотрудников, будем вашей похвалою. То есть вы сможете сказать в день Христов, а вот труды Павла, которые привели к обращению многих. А вы, говорит апостол, будете нашей похвалою. То есть он скажет, вот христианская община, вот христиане, коринфы, поименно. То, что придает смысл, придает ценность его трудам и жизни. Вот это то, что для Павла означает похвала. Собственно, это ответ на вопрос, а зачем вообще он связался с этими самыми коринфянами и продолжает с ними иметь дело. Почему он не забывает об их существовании после всех конфликтов, обид, огорчений? Вот почему. Потому что он считает, что и то, и другое – это такое совместное возрастание, которое может быть похвалой для одних и других. При этом надо заметить, что внутри всей этой конструкции, всего этого разговора о похвале или похвальбе, апостол говорит замечательную совершенно вещь. Он говорит, что на самом деле наша похвала в том, что мы в простоте и искренности, а не по плотской мудрости, но по благодати, жили в мире, особенно у вас. Скорее всего, он пытается оправдаться, если так вообще можно выразиться, в том, что проповедь его была, да, действительно, простой, без того мистического экстаза и глубин вычурности и изысканности, как у других, как у лжиапостолов, которые там после, по следам Павла подвязались к кореннской общине, говорит, да, но это-то и есть похвала, то, что мы были у вас в простоте и искренности, в простоте и искренности. На самом деле это очень трудное место, очень трудное, потому что по-человечески людям часто очень хочется не в простоте и не в прямоте, вот эта искренность, может быть, можно было бы перевести и другими аналогичными понятиями в простоте и в прямоте. Нам часто действительно очень хочется, чтобы прямо вот было все высокоумное или высокотаинственное с какой-нибудь бытовой мистикой. А Павел говорит, нет, нет, вот тот и похвала, тот и придает ценность моего служения у вас, что оно было в простоте и искренности. Именно из-за этого мы сможем вами хвалиться, а вы сможете нами хвалиться в день Господа нашего Иисуса Христа. Важно очень увидеть эту мысль апостола. Такое впечатление, что он действительно служит, трудится, не планируя миссионерские результаты. Ну, ему не надо было писать отчетов о миссионерской деятельности, само собой разумеется. Да, но вот он не планирует чего, как, сколько, каких людей он там чего приведет. Он просто идет и рассказывает о Иисусе распятом и воскревшем. Следующий фрагмент довольно сложный для понимания. Апостол строит буквально вокруг одного слова, вокруг одного понятия. Это понятие «да». Понятие «да». Смотрите, начинает он с того, мысль Павла движется, начиная с того, что он говорит, ну да, я собирался, думал к вам прийти, потом это не получилось, но, говорит апостол, это не потому, что мы там, у нас то да, то нет, мы как трость ветром колеблемая, десять раз на дню все думаем по-другому. Нет, дело не в этом. И не в том, что мы сначала хотим вас увидеть, потом нам становится неприятно, мы отказываемся от этого намерения. Вот. Так что не думайте, говорит апостол, что слова наши к вам то да, то нет. И, вероятно, может быть, он вспомнил слова Христа, да будет слово «дваше», да, да и нет, нет. Почему, собственно, и заговорил об этом, да? И вдруг, видя среди своих объяснений, что я не колеблюсь, у меня нет такого, что то да, то нет, и он видит и говорит, ну, вот, понимаете, во Христе всегда да, всегда да. Такая мысль сверкнула у апостола, он ее диктует, и для него это, видимо, означает, что Господь Иисус всегда принимает нас. Не так, чтобы знать, то хочется увидеть, то не хочется, то прийти, то не прийти. Как выглядят поступки Павла. Он про себя-то тоже говорит, что у него это не так. Он говорит, ну, вот, главное, понимаете, Иисус всегда хочет к нам прийти. Иисус всегда хочет нас видеть. Иисус всегда хочет быть с нами вместе. Поэтому, если мой путь усложняется, то это не по моему непостоянству, а по другим причинам, скорее, относящимся к промыслу. Но вот он так заворожен этой мыслью о том, что во Христе всегда, да, Бог принимает нас. Бог всегда во Христе направлен на то, чтобы прийти к нам. В нем во Христе, да, говорится, дается, да, всему тому, что обещано Богом. Все обетования Божьи в нем, да, говорит Павел, в нем принимаются, в нем, вот, действительно, это ответ Бога на нашу в нем потребность, и наш ответ на обетование, на принятие нас Богом, на его обещания. В нем, говорит, в нем, во Христе, он на самом деле уже все. И там Каринф, все его перипетии, путей, все уже немножко в сторону отлетело. Он думает о Христе и говорит, вот в нем, понимаете, в Иисусе тому, что Бог нам обещает, да, утверждение такое безграничное, в нем мы Богу отвечаем, да, на эти обетования, и в нем Бог отвечает, говорит, да, тем обетованиям, которые он дает людям. Ну и мы в нем, говорит Павел, отвечаем на это, аминь. Вот это такая встреча в принятии, в согласии, да, друг другу. Потрясающая на самом деле картина, потому что, знаете, мы так часто, наверное, обоснованно, не знаю, сюда приплетаем еще обязательно посыпание головы пеплом, какие-то вот совершенно билетристические выдумки во вкусе мытарств, да или чистилища, разница невелика по большому счету, да, лизание сковородок, все прочее. А Павел видит вообще по-другому эту встречу. Он говорит, вот эта встреча Бога и людей происходит в Иисусе, и в нем всегда да, в нем нет отторжения, отвержения Бога людьми и людей Богом. В нем да, и в нем аминь. Это совершенно удивительная вещь, понимаете, которую, во-первых, надо о Боге знать, знать, чтобы надеяться, чтобы доверять Богу, надо знать, что вот это так, это так, в нем да, и в нем аминь. Потому что только так можно действительно двигаться, жить своей жизнью, не обмирая от трусости. Ну и кроме этого, апостол, добавляя в разговор об да, об утверждении, он говорит, что, ну, Бог утверждает нас во Христе, потому что во Христе Бог говорит нам, да, Бог утверждает нас во Христе. Он помазал нас и дал нам залог духа для того, чтобы жизнь созидалась в нас. Вот такой сначала довольно скучный фрагмент по поводу того, куда Павел хотел, собирался прийти, что у него не вышло, из-за чего. Вот он заканчивается таким действительно всплеском хвалы, радости, благодарности о том, что Бог утверждает нас во Христе, и в нем эта встреча происходит во взаимном принятии друг друга людьми и Богом, в соединении. Он видит вот эту вот картину и просто не может не восторгаться ею. Последние самые стихи первой главы по формальным причинам, скорее даже по случайности, попавшие в эту первую главу, апостол говорит о том, что он не приходит в Коринф, на самом деле может быть, понятно почему. Не по тому, что случайно так вышло, так получилось. Говорит, может быть, вообще есть в этом нечто промыслительное, что я до сих пор не приходил в Коринф. Удивительную вещь говорит. Удивительную, говорит, потому что это ваша вера, я не хочу ей командовать. Мы не берем власть над вашей верой. Это ваше отношение с Богом. Таким образом, апостол ставит в себя определенное очень ясное положение, так сказать, в треугольнике Бог, Коринфяне и Павел. Это их отношение с Богом. Это ваше отношение с Богом. И я не буду здесь властвовать и командовать, потому что вы отвечаете за это перед Богом, а я отвечаю за себя. Имеет в виду Павел вот в этих буквально паре стихов, которые заканчивают первую и начинают вторую главу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...